И у меня есть друзья-мусульмане. Хорошо. Я как раз разговаривал с одним из них перед тем, как мы отправились в отпуск, о том, можем ли мы посмотреть Коран на английском. Потому что я не говорю по-арабски, так что это было интересно. Хорошо. И один из вопросов, который я задавал, был, каково происхождение мусульман? Как был создан Коран? Как это произошло? Ладно, конечно. Я просто хочу узнать, во что ты веришь? Например, ты христианин, или ты просто веришь в Создателя и не веришь в какую-либо религию? Я верю в единого истинного Бога, но не в религию. Нет. Понятно. Создание ислама. Мы говорим, что слово «ислам» означает подчинение Богу. Ты подчиняешься единому истинному Создателю, который создал тебя. Вот что означает это слово, хорошо? Так что это не то, что было создано. Это было что-то, что практиковалось. И ислам практиковался, как мы говорим, первым человеком Адамом. Бог создал Адама и создал его. И мы говорим, что Адам был мусульманином в том смысле, что он подчинялся единому истинному Богу. Мы также верим, что Иисус был мусульманином, Моисей был мусульманином. Они подчинялись единому истинному Богу, Богу Авраама. И Авраам также был мусульманином, подчинявшийся Богу. Вот что означает слово «мусульманин». Вот что означает слово «ислам». Так что пророк Мухаммед не ввел ничего нового. Он был пророком в длинной цепочке пророков и посланников. Моисей, Иной, Авраам, все эти люди. Он был просто последним и заключительным посланником в череде этих посланников. Он говорил людям, что их цель в этой жизни быть испытанными, чтобы они делали добро и имели связь с Богом и поклонялись Ему, и не творили зла, следуя своим желаниям. И последствия этого — либо рай, либо адский огонь. И что люди должны подчиняться этому Создателю и повиноваться Ему, и делать то, что хорошо, потому что это будет хорошо для них и для их общества. И эти пророки и посланники приносили откровения. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, принёс Коран. Предыдущие пророки приносили другие откровения. Он принёс последнее и окончательное откровение, которым является Коран, который рассказывает нам о самых важных моральных практиках и аспектах в нашей жизни, о том, что тебе нужно делать и чего тебе нужно избегать и так далее. Простое послание. А можешь ли ты сказать мне, в чём разница между тем, что многие евреи верят во Врама, и тем, что ислам верит во Врама? Конечно. Почему существует разделение? Ну, дело не в Враме на самом деле. Потому что в любом случае Аврам не был евреем. Потому что он существовал задолго до Моисея. Не было Торы, и не было Юды, и не было Якова. Так что, исторически говоря, Аврам не мог быть евреем, как и Исаак. Но дело в том, что евреи во многом зависят от расы. Поэтому они верят, что они избранный божий народ на основе расы, на основе существования двенадцати колен Израиля. Имейте в виду Якова. Поэтому у них расовый взгляд на мир. У мусульман этого нет. Мусульмане говорят, что мы верим во всех пророков Бога. И ваша раса не определяет ваше превосходство. Ты можешь превосходить других только тем добром, которое ты делаешь. Чем ты лучше поступаешь, тем ты больше возвышаешься в глазах Бога. Если ты делаешь зло, ты нехороший. Если ты делаешь добро, то ты возвышаешься в глазах Создателя. Твоя раса не имеет значения. Чёрный, белый, коричневый не имеет значения. Это не делает тебя лучше кого-то другого из-за цвета кожи, который ты не выбирал. Таково учение ислама. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал, что нет превосходства чёрного над белым или белого над чёрным. Нет превосходства, основанного на цвете твоей кожи. Мы все от Адама, а Адам из земли. Так что все мы происходим от одного существа, одного человека. Так что если мы все от одного человека, нет превосходства, основанного на том, как ты выглядишь. Теперь у еврейского народа другое мнение. Если ты произошел от 12 колен, то ты превосходишь других. Ты избранный Богом народ. Все же остальные — гои. Так что они низшие люди, которые созданы, чтобы подчиняться и служить народу Израиля. Так что это их взгляд на мир, с которым мы полностью не согласны. И мы говорим, что это совершенно нелепо. Я думаю, что все равны. Да, все люди равны. Бог создал нас равными, как людей. В наших взаимодействиях. Да, абсолютно. Хорошо. Так что... Извини. Все в порядке. Так что мне просто интересно. Я знаю, что сейчас есть конфликт между Израилем и Палестиной. Ладно. Это очевидно так. Что ты думаешь об этом? Ну, я не думаю, что конфликт будет правильным выражением. И на самом деле я думаю, что конфликт — это оскорбительное выражение того, что там происходит. Конфликт предполагает, что есть равные силы, которые сражаются между друг другом. Но это совсем не случай палестинцев. Большинство палестинцев, 70%, — это женщины и дети. Женщины и дети. Это факты, это статистика. У палестинцев нет армии. У них нет армии. У них нет оружия, которое им дают. Мы говорим о палестинцах, которые живут под властью государства. И дальше им не разрешается иметь воду или еду, кроме как с разрешения Израиля. И также электричество и вода. Они живут в тюрьме под открытым небом. Они живут там, где есть стена. И если кто-то приблизится, его застрелят. И в море есть флот. И если ты захочешь сбежать по морю, тебя застрелят. Тебе разрешено жить только в этой тюрьме. Тебе не разрешено ни есть, ни пить, только если тебе не разрешат это израильтяне. Любая помощь, которая приходит от Египта или любой другой страны, входит только с разрешения израильтян. Кроме этого, им ничего не позволяется. Так что у нас есть эти женщины и дети, которые страдают, которых убивают и бомбят самые передовые самолеты, которые есть у израильтян, которые им дают американцы. И все это передовое оружие, химическое оружие, которое они сбрасывают на больницы и людей, и младенцев, и женщин, и детей. И у них нет силы остановить это. Как это может быть конфликтом? Я не знаю, я просто... Нет-нет, я понимаю. Это нормально. Я просто... Нет-нет, это не от тебя на самом деле. Это не от тебя. Это просто пропаганда медиа, западных СМИ. Они используют эти термины. Так что ты просто говоришь то, что слышишь. Так что это обычно. Но то, что должны сделать люди... Люди должны изучать, что на самом деле происходит, что в реальности происходит на земле Палестина. Все, что я сказал тебе, является фактом. Любая организация по правам человека в мире осудила Израиль за их поведение. Израиль убил десятки тысяч. Я не знаю, какого числа достигло сейчас. Но они убили более сотни представителей прессы. Людей, которые просто записывают то, что произошло. Они убивают их, потому что они не хотят, чтобы мир увидел, что происходит. Они убивают представителей прессы. Они убивают женщин и детей. И сейчас мы уже говорим о десятках тысяч женщин и детей, которых убивают. Мы говорим о женщинах и детях. Мы говорим о людях, у которых нет оружия. И они просто говорят, Хамас был там, Хамас был здесь. И они говорят это людям. Они говорят это людям, которых должны защищать. Или что бы они там ни делали, верно? Они говорят о них, и они пытаются использовать их в качестве оправдания для убийства женщин и детей. Они бомбят больницы и утверждают, что они там прячутся. И у них нет никаких доказательств этого. И был известный случай, когда они внедрили доказательства, что в больнице был Хамас. После того, как они ее разрушили. Так что, когда мы говорим реалистично, у тебя есть миллионы людей, которые живут в тюрьме под открытым небом. У них нет армии, нет штатов, нет правительства, нет оружия, нет еды, нет электричества. Им не позволяется иметь еду или электричество. Ничего не происходит без разрешения израильского государства. И затем у тебя есть группа людей, называемых Хамас. И что они делают? Они борются против них со всем, что у них есть. Ты знаешь, ракеты, которыми их бомбят. Они пытаются собирать их и пытаются создать ракету сами, используя эти остатки и пытаются стрелять в них в ответ. Это по сути то, что происходит. Они пытаются изо всех сил. Они борются таким образом. Они пытаются любыми способами провести оружие. И также они ныряют под воду и собирают корабли, которые были уничтожены. И пытаются собрать остатки кораблей, чтобы сделать оружие. Вот что они делают. И также они пытаются красть оружие у врага. Но у них нет армии, нет равных условий, нет ничего подобного. И теперь Израиль бомбит Ливан и бомбит Ярданию. Какое это имеет отношение к Палестине? Правда в том, что у этих людей есть план захватить эти земли. По сути, они пытаются захватить Ханаанскую землю, которая включает Ярданию, Сирию, Египет и все эти места. По-библейски они говорят, что это принадлежит им. Поэтому они пытаются использовать любой повод, чтобы бомбить эти страны, и пытаются захватить их. Поэтому нет никакого конфликта. Происходит геноцид женщин и детей, и беспомощных мужчин, у которых нет оружия бороться. Их убивает и бомбят химическим оружием и тоннами бомб. Вот что происходит сегодня. И любой, кто не видит этого ясно, не имеет ни малейшего представления ни человеческого интеллекта, ни человеческого сердца. Поэтому когда мы видим, что каждая организация по правам человека осуждает Израиль за то, что они делают, и за оккупацию, которая происходит, как они атакуют? Извини. Как ты думаешь, как они атакуют? Как они атакуют? Да откуда у них ракеты? Как я тебе сказал, они собирают остатки и переделывают их, и запускают несколько ракет. Или буквально недавно Иран также атаковал Израиль. Потому что они убили главу... Они убили главу... Как его звали? Хезболлат. Я не хочу называть их Хезболла. Они убили их главу, верно? И раньше они также убивали людей из Ирана. Так что Иран в основном мстит после того, как они начали атаковать их. Вот что произошло от Ирана. Но это только сейчас. Те убийства в палестинцах, о которых я тебе рассказываю, происходит уже много лет. Извини, десятки лет. Десятки лет. С 1948 года, когда на самом деле британское правительство отдало землю палестинцев-израильтянам. И с тех пор происходят эти массовые убийства. Это интересно. И есть нечто, что ты можешь исследовать, называемое накба. Когда сотни тысяч людей были выселены, и десятки тысяч людей были убиты. И это то, что происходило более 70 лет назад с палестинцами. То, что происходит сегодня, это просто продолжение. Просто сегодня есть некоторые СМИ. Поэтому другие люди начинают слышать об этом. Но эта резня происходит уже десятки лет. И мир наблюдает. Не только наблюдает, но они помогают им. И у тебя есть британцы и американцы, которые помогают геноциду. Они смотрят на геноцид и поддерживают геноцид. Америка дает больше денег и оружия, миллиарды долларов Израилу. И то же самое британцы. Когда в ООН голосуют против Израиля за то, что они совершают геноцид, бритянцы говорят нет. Мы не собираемся соглашаться. Это не так. Никакого геноцида не происходит. Так что на самом деле им позволяет это делать американцы и британцы и некоторые европейские страны. Продолжать эту резню и геноцид, которые происходят. Но любой, кто называет это чем-то иным, кроме геноцида, явно притворяется. Потому что ты не можешь сказать, что что-то является конфликтом, когда у одной стороны нет армии, нет оружия и ничего, а у другой стороны есть самое передовое оружие и армия, и поддержка американцев и британцев. Это было интересно. Я оценю твое время. Никаких проблем. Спасибо, что поговорил со мной. Я бы порекомендовал тебе прочитать Коран и исследовать. Потому что ты сказал, что ты веришь в Создателя. Мы говорим, что это не просто вера в Создателя. Бог посылал пророков и посланников, и пророк Мохаммед – посланник Бога. Он был послан к тебе, мне и всем остальным. Так что его послание обращено к тебе. И есть последствия в жизни без повиновения Богу. Поэтому нам важно знать, что полезно для нас в этой жизни. Не только для других людей, но и для нас. И где мы в конечном итоге окажемся верно? Так что прочти Коран. Если у тебя появятся какие-либо вопросы, ты можешь вернуться. Было приятно пообщаться с тобой. Спасибо. Приятно было поговорить с тобой. Большое спасибо. Никаких проблем. Субтитры сделал DimaTorzok